Привет, это Ян, и я рад приветствовать тебя на своем курсе. И сейчас мы проведем первый урок. И первый наш урок будет посвящен на такой интересной концепции. Это использование круговых движений футворка линейно и использование линейных движений футворка, но по кругу. Футворк можно делать линейно, то есть быть направленным все время в одну сторону, или делать по кругу. Есть определенные движения, которые в принципе принято делать. Таким образом или таким. Ну, например, такое движение, как CC, в принципе, большая часть библоев делает именно линейно. А также разные его вариации. А, например, такие движения, как 6-step и 3-step, ну, большая часть библоев привыкла делать именно по кругу, да? 6-step, 3-step. Та концепция, которую я сегодня хочу с вами поделиться, заключается в том, что мы будем пробовать делать как раз линейные движения по кругу, а круговые движения мы будем пробовать линейно. Таким образом, например, 6-step будет выглядеть однонаправленно. А CC мы будем делать с вами по кругу. Причем это достаточно простой пример, но есть определенные движения, которые, ну, вызывают некоторые сложности. То есть, например, сейчас задумайтесь на минуту, как можно делать 3-step линейно. И выглядеть это будет таким образом. То есть, чтобы сделать это движение линейно, мы просто смещаем таз. А теперь я покажу несколько движений, сделанных именно в рамках этой концепции, ну, и затем, естественно, дам домашнее задание, в рамках которого вам нужно будет модернизировать какие-то свои шаги и какие-то свои вариации и подстроить их под данную концепцию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, это было несколько простых примеров. Я надеюсь, концепция вполне понятна, она достаточно простая. Еще, конечно же, хотел бы озвучить такой очень важный момент, что, в принципе, данная концепция применима не только к футворку. Вы ее можете использовать в любом компоненте брейкинга, как, например, в топ-роке, так и даже в пауэр-муве. То есть, можно делать, например, флай линейно или по кругу, свайпс, и у меня есть такая давняя идея, мечта увидеть, чтобы кто-то делал эр-твист линейно, да, то есть не по кругу, а именно линейно, то есть целый круг пролетал за один оборот. Вот, поэтому подумайте, как вы эту концепцию можете использовать где-то еще помимо футворка, но, естественно, используйте. И сейчас, как я и обещал, дам домашнее задание. Так вот, домашнее задание будет заключаться в том, что необходимо будет повторить те шаги, которые я предмонстрировал сейчас, соответственно, сделать их в рамках этой концепции и линейно, и по кругу. Но главная часть домашнего задания будет заключаться в том, чтобы вы взяли какой-то свой шаг и попробовали сделать его в рамках этой концепции. А так жду вас на следующем уроке. Это был Ян и концепция круговых и линейных футворков. Продолжение следует...